Всем привет! Сегодня я расскажу о микростоках, потому что задается достаточно много вопросов, что это такое, для чего, какой это в этом смысл. И чтобы не повторяться каждый раз в мессенджерах, на форумах, в телеграм-чатиках, я решил записать такое видео. Оно будет интересно только начинающим, если вы уже работаете с микростоками или с макростоками, то, боюсь, что здесь никакой новой полезной информации вы не получите. Итак, давайте начнем с самого главного. Что такое микростоки? Микростоки – это сайты, куда фотографы, видеографы, люди, записывающие звук, звуковые эффекты грузят свои медиа, и любой человек из любой страны мира может их скачать и использовать по собственному усмотрению. Я гружу фото и недавно начал грузить видео, поэтому говорить буду в основном только об этом. Особенности загрузок звуков или векторов я не знаю, поэтому будем говорить только о фото и видео. Микростоки достаточно популярные площадки во всем мире. В первую очередь ими пользуются рекламные агентства, крупные компании, но также блогеры, инстаграмщики и так далее. Поэтому контент должен быть разнообразным. Естественно, его проще и легче найти на стоках. Стоков масса, огромное количество стоков. Если вы забьете список стоков или перейдете на сайт microstokes.ru, вы посмотрите список стоков, у вас могут разбежаться глаза. На самом деле все они имеют право на существование, какие-то более успешные, какие-то менее успешные, но по опыту знаю, что многие люди находят свои ниши на разных стоках. Итак, микростоки это место, где люди могут купить фото, видео, а фотографы и видеографы могут туда грузить свои видео. По особенностям снимать можно чем угодно. Большинство стоков сейчас начинает принимать, ну то есть не сейчас начинает, уже год-полтора назад начали принимать фото и видео, снятые телефонами. Но учтите, что этот контент может быть востребован блогерами, тем, кому нужны фотографии либо видеоролики небольшие по размеру, по физическому размеру, скажем, для того же инстаграма или вставить там сбоку где-нибудь на сайте. Поэтому лучше все-таки снимать на камеру. Чем больше разрешение, тем лучше. Но повторюсь, есть стоки, которые не принимают фотографии, например, больше 24 мегапикселей. То есть приходится их физически уменьшать до 6000 на 4000 пикселей. Очень обидно, если ты вдруг сделал съемку на средний формат, у тебя там изображение на 50 мегапикселей или на 100 мегапикселей, а тебе приходится его даунскелить до 24. Тем не менее, этого разрешения достаточно для того, чтобы напечатать обложку в журнал или билборд или плакат на фасад дома. Что снимать? Собственно говоря, снимать можно все, что угодно, но у стоков есть некоторая особенность. Просто снимать цветочки в ботаническом саду или там пчелку, кружащую над каким-нибудь цветочком, ну, вы можете. Если вы это любите, то почему бы и нет? А если вы эту пчелку снимаете там с макрообъективом, с какой-нибудь хитрой подсветкой, и у вас это получается очень круто, то почему бы и нет? Возможно, и такое тоже будет востребовано. Но на стоках миллионы фотографий. И каждый день добавляется несколько сотен тысяч фотографий на стоке. Поэтому вам нужно, ну, очень сильно выделиться в своих работах, чтобы ваши фотографии или ваши ролики заметили и начали покупать. Поэтому стоит найти свою нишу. Если у вас есть доступ к какой-то индустрии, ну, допустим, строительство, круто. Поверьте мне, на стоках миллионы фотографий красивых девушек, даже миллиарды фотографий красивых девушек, а фотографий процессов строительства не так уж и много. Поэтому, там, начиная от закладки фундамента, крупным планом, какие-нибудь экскаваторы, бетономешалки, мужики, таскающие раствор, ну, все, что там есть, это будет востребовано. Если вы это снимете левой пяткой из-за уха, шансы велики, что у вас купят даже такое фото. Но если вы подойдете к этому с умом, качественно, и снимете действительно с хорошей композицией, с хорошим освещением, сделаете постпродакшн-обработку, то, конечно, эти фотографии будут покупаться. Опять же таки, посмотрите, какой хлам, какой спам бумажный вам бросают в почтовые ящики. Окна, двери ПВХ, натяжные потолки. И если вы можете снимать человека, устанавливающего пластиковое окно, натягивающего потолок, кладущего плитку в ванну, неважно, в квартире, в офисе, в каком-нибудь санатории, это круто, это тоже будет продаваться. Если вы имеете доступ к каким-нибудь ребятам, занимающимся активными видами спорта, скейтбординг, ролики, мотоциклы, что-то вот такое активное, тоже круто. Такие ролики сейчас очень популярны, потому что есть популярные тематики на стоках, то есть здоровое питание, здоровый образ жизни, спорт, йога, вот все вот эти вот штуки. И опять же таки, если вы подойдете креативно к производству контента, то шансы на успех очень большие. Если у вас нету доступа к какой-то нише, и вы, ну или вам не нравится снимать там строительство, отделочные работы, вам нравится снимать девочек, или вам нравится снимать еду, ничего страшного. Я тоже люблю снимать девочки, я тоже люблю снимать еду, я это снимаю, я это продаю, я на этом зарабатываю. Но делайте это не то чтобы как-то мега креативно, но делайте это качественно. Обязательно постобработка, обязательно ретушь, удаление мусора и так далее, и тому подобное. Все это должно присутствовать. Обратите внимание, вы ездите по вашему городу, видите на билбордах рекламу, вы видите там на каких-нибудь остановках общественного транспорта какие-то постеры. Вот все это нужно на стоках. Поэтому люди, которые идут за фотографиями, за видеороликами, они ищут именно рекламный контент. Не просто Зинку из 9-го подъезда, из соседнего дома вы сфотографировали катающуюся на качелях. Ну, Зинка может быть очень классной и клевой девчонкой, но подберите задний план, подберите ракурс. То есть, чтобы эта фотография вызывала желание, ну, как минимум, пойти покататься на качелях. А если эта компания производит эти дворовые качели, то и вы сняли их очень клево, она может купить у вас эту фотографию. Но если это просто фоточка в стиле телефона фото, о, сфоткай, как я на качелях катаюсь, то, ну, будет она лежать мертвым грузом. Дальше. Что у меня тут еще есть? Да, что грузить на стойке, мы уже поговорили. Грузите все. Все, что вам придет в голову. Я люблю готовить, я готовлю еду дома. Перед тем, как ее подать на стол, я ее фотографирую. Я снимаю еду для кафе, баров, ресторанов. И в процессе обсуждения заказов я предлагаю вариант, что, ребят, если я буду иметь право грузить ваши фото на стоки, соответственно, вы получите бонусы, скидки там были. Вообще сниму бесплатно, если там какие-нибудь мега крутые блюда. Но, опять же таки, фотографии, которые я снимаю дома, то есть той еды, которую я ем сам, они тоже очень хорошо продаются. Конечно, для того, чтобы фотографировать, мало иметь фотокамеру или снимать ролики, там, видеокамеру, мало уметь пользоваться фотошопом, нужен реквизит, нужны декорации, нужен стилист. Если вы работаете с людьми, то лучше, конечно, познакомиться с каким-нибудь стилистом, чтобы он подбирал вам образы, прически, макияжи и так далее. Если вы снимаете еду, то лучше работать с фуд-стилистом, потому что эти люди, они специально обучены красиво разложить еду. У них есть свой реквизит, потому что у меня дома не так много, то есть я уже начинаю постепенно квартиру захламлять всякими досочками, мисочками, салфеточками, стаканчиками, кувшинчиками, прочим-прочим. Но у фуд-стилистов этот чемодан, он приезжает на съемку с чемоданом реквизита. Если вы снимаете там какие-нибудь, точнее, захотите снимать, какие-нибудь баночки, тюбики косметические, кремики, то это тоже все нужно красиво раскладывать. Либо купите там лист бумаги здоровенной, цветной, разных цветов, раскладывайте на них. Или раскладывайте на какую-нибудь деревянную поверхность, или там бетонную, каменную, не суть важно. Ну, я имею в виду купить фотофон. Можете раскладывать сами красиво, круто, не можете? Смотрите, как это делают другие, а лучше познакомьтесь со стилистом, который будет вам это помогать делать. Но, насколько я знаю, только большие продакшн-агентства заморачиваются вот настолько серьезно. То есть, у них есть свои стилисты на разные типы съемок, у них несколько фотографов, несколько видеографов, есть человек, подбирающий людей для того или иного вида съемок. То есть, это большие продакшн-агентства, а стокеры чаще одиночки. Поэтому, учитесь на своих ошибках, смотрите, что грузят другие, как смотреть, ну, заходите на любой сток, допустим, shutterstock.com, набираете в поисковой строке нечто вас интересующее, допустим, там портрет красивой девушки с натуральным макияжем. И смотрите, какие фотографии вываливаются первыми. То, что первое, значит, это популярно. И можно смело тылить идею снимать в таком же стиле. Если вы что-то привнесете свое, если вы будете снимать как-то по-другому, с какой-то хитрой схемой освещения, вы таким образом можете выдалиться из общей массы этих фотографий и роликов. Да, был такой вопрос. Зачем грузить на несколько стоков? Я гружу на 8 стоков. При этом, три из них приносят существенный доход. пять. Так себе доход, но за год на этих пяти стоках накапывает тоже приятная сумма. Опять же таки, смысл грузить на несколько стоков заключается в том, что не все стоки принимают одни и те же фотографии. То есть вообще, вот когда вы загружаете фото либо видео, на том конце экрана сидит человек, так называемый инспектор, который должен принять или отклонить ваши работы. На большинстве стоков приемщики адекватные, нормальные. и они могут вам указать какие-то ошибки в вашей фотографии, которые вы можете подправить. Ну, а либо, если это не поправимые ошибки, то ничего страшного, удаляем фото, идем, снимаем заново. Но все мы люди, все мы ошибаемся, так же и инспектора. Они просто могут прийти с головной болью, с плохим настроением, и они зарубают ваши работы. В этом тоже нет ничего страшного, вы можете загрузить повторно. Но, повторюсь, не все стоки принимают все фотографии. Поэтому что-то у вас примут на шаттер стоки, но не примут на доп стоки. И наоборот, не примут на шаттер стоки, но примут там, допустим, на депозит фотос. Таким образом, у вас фотографии будут продаваться на большем количестве площадок. Ну и, собственно говоря, это за собой ведет к увеличению объемов заработанных денег. Поэтому мой совет грузите на несколько стоков. По поводу того, как грузить самому ручками или отдать это на откуп какой-либо программе, делающей это за вас. Тут решайте сами. Я гружу все руками. Фотографии через веб-интерфейс, видео через FTP. Есть такая программа StockSubmitter. Она платная. Потому что в бесплатной версии там, по-моему, около 30 работ можно загрузить в месяц. Но 30 работ в месяц это крайне мало для того, чтобы быть успешным. Ну, при условии, если вы не гений фото-видео-съемки и ваши ролики это прям шедевры-шедевры. Обычно Stocker грузят много. Поэтому я гружу руками, не отправляю это через StockSubmitter. Он облегчает очень сильно жизнь. Вплоть до того, что можно прикрепить там и релиз моделей, и ключевые слова оно прописывает, и категорию выбирает фотографии либо ролика. Но есть такая информация ходит по интернету, что базу данных StockSubmitter периодически взламывают и тылят логины и пароли от аккаунтов. Понятно, что мой аккаунт ломать никто не будет, я не так много зарабатываю, чтобы у меня тылят деньги. Пойдут вот именно в эти продакшн-агентства стоковые, которые дают стране угля каждый день грузят по 100 фото, по 100 видео, а то и больше. и у них заработки измеряются тысячами, десятками тысяч в месяц. Но тем не менее я люблю контролировать процесс сам. Какая доля на какие стоки приходится, я уже тоже ответил. у меня три стока приносят ежемесячно существенную сумму, которая позволяет мне жить на эти деньги. Пять стоков это так, по копеечке, по копеечке, но в течение года может накапать и на покупку нового объектива. Поэтому какой сток будет выстрелить у вас, какой сток будет самым прибыльным для вас, трудно предположить, потому что у вас может быть некая особая тематика. Вообще самые популярные стоки это шаттер сток и адоб сток. Третий сток, на котором у меня хорошая продажа это фрипик, но он он несколько специфичный, потому что там инспектора принимают фотографии очень странно, причины отказа могут быть абсолютно необоснованными, то есть, например, там перефотошоплено, а у меня фото снято на ISO 200 с импульсным источником света и ретуши там настолько минимум, что это фото вообще можно даже добавлять ключевые слова к фотографии что no make-up, no retouch и так далее. Они очень любят фотографии изоляты, то есть, это некий предмет на чистом белом фоне. Они принимают эти фотографии, но они почему-то не любят, поэтому они могут написать там проблемы с композицией или они любят еще такое отказ как семиляр, то есть уже есть такая фотография типа в вашем портфолио, хотя такой фотографии нету, такого там изображения нету именно в вашем портфолио, но они пишут семиляр и все не принимают. Некоторые люди пытаются грузить повторно, там в третий, в четвертый раз, я забил, не приняли с первого раза, значит не будет продаваться. Ну может быть и зря, но в конечном итоге очень надоедает. Вот ты загрузил 50 фотографий, тебя приняли 20, 30 не приняли. Обидно, ну окей, значит на фрипике будут продаваться 20 фотографий, а 30 будут продаваться на других стоках. поэтому если у вас не приняли вашу работу, всегда можно написать саппорт. Типа пацаны, где мой косяк, объяснить пожалуйста, шаттер сток, адоп сток, депозит, там краш пиксель, они отвечают. Фрипик может ответить, может не ответить, пикс может ответить, может не ответить. Ну тут никогда не угадаешь. Что грузить, это тоже относится вопрос к тому, что грузить. Ну давайте вообще кратко пробежимся по тому, какие типы фотографий либо видео можно грузить на стоке. Это могут быть какие-то объекты, ну допустим там пустая бутылка из-под молока без этикетки или с молоком без этикетки в холодильнике там на чистом белом фоне и так далее. Это спокойно грузится без всяких дополнительных телодвижений с вашей стороны. Это же самая бутылка молока но с этикеткой грузится с пометкой editorial. Эдиториал это означает для редакторского использования не для коммерческого использования. И в этом случае когда вы пишете заглавие вашей работы то есть в первом случае просто бутылка с молоком стоящая в холодильнике. Да все это пишется по-английски поэтому если вы не знаете английский то гугл переводчик вам в помощь писать по-русски крайне не рекомендую потому что стоки могут перевести ваши ключевые слова и заголовки с русского на английский но как они это переведут то есть шанс что ваши работы попадут к русскоязычному инспектору малы переводить скорее всего будет какой-нибудь там англичанин немец индус китаец американец не суть важно и будет он его переводить тем же гугл переводчиком но он может это перевести вообще криво коряво поэтому старайтесь все делать по-английски возвращаемся к эдиториалу вы пишете дату полный день месяц год место ну допустим там город страна а дальше пишете бутылка молока стоящая в холодильнике и при загрузке ставите галочку отметку настолько что это материал эдиториал зачем это надо дело в том что очень много материалов в интернете пишется в бумажных изданиях пишется о каких-либо изделиях либо продуктах и автору статьи конечно же проще купить фотографии иллюстрирующие его статью на стоках поэтому я например снимаю там алкоголь бутылки алкоголя виски коньяк ром ликеры и не убираю этикетки а гружу их как эдиториал они продаются потому что если кто-то пишет там про джины вот они покупают мою бутылку джина бомбей сапфир на белом фоне и прикладывают ее к изображению опять же таки не исключено что какая-либо фирма производитель либо дистрибьютор того или иного продукта просто купит фотографию с этим же продуктом на стоке и будет использовать ее в своих целях поэтому просто бутылка без этикетки это обычное фото ну либо видео фото видео изделие с этикеткой это может быть майка с логотипом там adidas или вася пупкин made this это эдиториал некоторые стоки не принимают эдиториал адобт сток до недавнего времени не принимал эдиториал сейчас он начинает принимать эдиториалы но не у всех подряд а у контрибуторов то есть авторов у которых уже очень большой имидж статус рейтинг внутри стоковый шаттер сток принимает депозит фотос принимает краш пиксель принимает пикс то не принимает но фотографии типа эдиториал я там видел возможно у них тоже есть некий отбор селекция фрипик не принимает эдиториал поэтому почитайте часто задаваемые вопросы опубликованные на том или ином стоке на который вы захотите загрузить ваши работы принимают они эдиториал или не принимают на вопрос что лучше продается бутылка с этикеткой или бутылка без этикетки однозначного ответа нет потому что например мой мои бутылки алкоголя снятые с этикеткой и без этикетки абсолютно в одинаковом ракурсе ну 50-50 хотя по некоторым позициям эдиториал продается чаще и лучше есть еще момент такой что многие вещи защищены авторскими правами например фотографии или видео с эльфовой башней уже наверное и не принимают потому что эльфовая башня это национальное достояние франции защищено авторскими правами и чтобы это дело снимать и продавать нужно получать где-то какое-то разрешение и в разных странах такие штуки есть практически везде поэтому если вы идете и снимаете красивую девочку на фоне старого города но в этом старом городе есть сувенирные лавки со своими вывесками и прочим 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 то вам придется эти все вывески и надписи затирать убирать написать что это эдиториал можно но инспектор может не принять потому что если мы отправляем фотографию мороженого в упаковке то инспектор понимает да это эдиториал потому что это конкретный продукт а если эта девочка на фоне вывесок каких-то рекламных плакатов то это нифига не эдиториал это вы не затерли не убрали эти логотипы либо не нашли другой ракурс поэтому нужно тоже с умом подходить к тому что грузить как эдиториал а что вообще не дергаться не снимать не тратить на это дело время ребята которые снимают travel фотографии то есть путешествуют по разным странам там грузят мечети пирамиды какие-нибудь там гондолы они грузят это как эдиториал такое проходит можно даже не затирать рекламные вывески хотя они как правило портят фотографию с вывесками с рекламой на ваших фото ваши работы будут приниматься продаваться реже тревел не снимаю здесь тоже немного не расскажу повторюсь я снимаю людей я снимаю предметы я снимаю еду в этом плане с аудиториалом с аудиториалом проблем особых нету вот если открыть мое портфолио то есть вот такие вот кстати вот это вот это все домашнее приготовление дома снято то есть дома приготовлено дома снято вот это вот изоляты на чистом белом фоне вот вам бутылка молока на синим фоне где-то у меня здесь было а ну вот да это сыры у меня есть такая фотография просто сыры без упаковки есть сыры с упаковкой вот что будет продаваться лучше черт его знает но опять же таки все на ваше усмотрение вернемся загружая фотографии с людьми вам необходимо прикрепить к фотографии расписку модели модел релиз расписка модели это документ дающий понять стоку что человек изображенный на фотографии понимает что его изображение может быть использовано в любой стране мира ну в любом месте вообще по распискам полно информации в интернете что это для чего почему но нельзя загрузить изображение человека не прикрепив расписку модели хотя если вы снимаете там допустим ну возьмем те же самые пирамиды например и там в кадре присутствуют люди вы можете поставить отметку editorial потому что вы у тех людей не взяли расписку модели либо кто-то вам отказался давать расписку модели поэтому можно попытаться просунуть это как editorial если же вы снимаете бьютики снимаете вот там девочка кушает йогурт вот девочки во всяких шмоточках там в городе или вот такие картинки которые я снимал для квест комнат там всякие бьютики то надо прикладывать расписку модели более того вот я снимаю ноги там колготки чулочки просто ноги я тоже прикладываю к этим изображениям расписки модели есть на шаттерстоке фишка новая появилась не так давно вот фотографии такого плана ноги в чулочках или вот корсетики чулочки при загрузке мало прикрепить релиз нужно прикрепить фотографию паспорта модели то есть чтобы инспектор убедился что это вы не сами заполнили релиз человек реальный реальной изображенной фотографии осознанно подписал расписку модели и предоставил вам еще паспорт и при этом подпись в расписке модели должна соответствовать подписи этого человека в паспорте у меня совсем недавно случился отказ фотографии просто ноги в чулочках я загрузил повторно подумав что инспектор встал не с той ноги мне опять отказали я загрузил в третий раз отказ и тогда я написал в службу поддержки что я делаю не так паспорт есть расписка есть другие фотографии с этой моделью принимаются с этим релизом а вот это не принимается мне ответили подпись в релизе не похожа на подпись в паспорте ну окей что пришлось поехать к девочке подписать новый релиз она открыла свой паспорт и постаралась максимально точно скопировать свою подпись поэтому имейте это в виду есть еще проперти релиз если вы снимаете интерьеры ну например там какие-то дизайнерские работы по дизайну интерьеров квартир гостиниц или еще чего-то то на все на это нужен проперти релиз если вы пришли снимать фотостудию опять же таки мой случай я снимал видео с девочкой фотостудии где есть кухня рабочая кухня то есть там реально можно готовить еду и сток мне сказал типа пацан круто что ты загрузил расписку модели еще покажи нам расписку на собственность что тебе можно было снимать и продавать фотографии и видеоролики с вот именно этой кухней ну фотостудия пошла навстречу то есть да без проблем подпишем мы тебе проперти релиз вот пришел телефоном сфотографировал эту кухню заполнил в приложении вот из релиз оно есть и для айфонов и для андроидов стоит 10 долларов по-моему не помню уже давно покупал заполнил проперти релиз прикрепил к видеоролику отправил все видео принято точно так же могут стоки потребовать проперти релиз на какие-то здания то есть снимая девушку белой блузки черной юбки карандаш с папочкой в руках на фоне офисного здания то есть такой бизнес стайл какой-то из инспекторов может прицепиться и сказать дай нам проперти релиз от владельца этого здания что тебе было разрешено снимать у вас есть несколько вариантов попробовать загрузить эти фотографии либо ролики повторно в надежде нарваться на другого инспектора более лояльного возможность сделать фейковый релиз с фейковыми релизами все очень непросто ну во-первых то что это обман и обманывать вообще в принципе нехорошо но если обман каким-то образом вскроется то ваш аккаунт моментально заблокируется на стоке и вы лишаетесь своего дохода открыться заново нереально потому что вам нужно будет свой паспорт опять отправлять как ID при регистрации нового пользователя и вы будете внесены просто в черный лист опять же таки ходят слухи что некоторые стоки обмениваются информацией о забаненных пользователях то есть например Pond5 это сток где продается видео сотрудничает с Adobe стоком и если на каком-то из стоков всплывет что вы подделали либо сделали фейковый релиз вас забанят на Pond то вас могут также автоматом забанить на Adobe стоке но инспектора руководствуются тем что во многих странах есть запрет на фотографирование каких-то зданий которые признаны исторической ценностью поэтому если им кажется здание подозрительным как кажется не знаю но вот считают они что вот это здание может вызывать вопросы у владельца здания у застройщика поэтому они могут прицепиться дай нам property релиз можно на свой страх и риск как я уже говорил сделать фейковый релиз но если вы вдруг то есть если допустим вы знаете что в своем городе у вас ну вот точно не будет проблем если вы снимали на фоне вот этого бизнес-центра то если вы снимаете в других городах то там могут быть действительно попадания и подставы поэтому опять же таки думайте что вы снимаете думайте где вы снимаете что у вас попадает в кадр не придется ли вам ради небольшого заработка с продажи этой фотографии потратить массу времени и энергии на получение этих вот релизов да по поводу продаж на каждых стоках свои цены ну возьмем самый распространенный шаттер сток после регистрации вы получаете 25 центов за каждую проданную фотографию когда вы достигаете уровня продаж свыше 500 долларов вам платят по-моему 32 цента потом следующий уровень 36 центов и потом 38 центов это по шаттер стоку у адоб стока там градация чуть пошире вы можете сразу получать 99 центов за фотографию ну тем не менее это все стандартная лицензия для клиентов это минимальная цена есть расширенные лицензии есть там единичные лицензии и так далее и тому подобное вы можете получать больше за одну фотографию у меня максимальная цена заплаченная за одно фото было 185 долларов то есть фотографию купили по расширенной лицензии соответственно по видео там все гораздо круче гораздо лучше потому что видео продается дороже по моему минимальная цена за видео 13 долларов но видео продается реже посему скачайте купите приложение из релиз и заполняйте расписки моделей и расписки на собственность на недвижимость в этом приложении потому что большинство стоков принимают расписки сделанные в этом приложении самый популярный вопрос я заработал 500 долларов на стоке как мне получить свои деньги большинство стоков работают с международной платежной системой Payoneer поэтому идете регистрируетесь там указываете в качестве вашего кошелька на стоке куда вам отправлять деньги ваш аккаунт Payoneer и получаете деньги на этот счет можете зарегистрироваться по вот этой моей реферальной ссылке вам тогда Payoneer подарит 25 долларов и мне тоже подарит 25 долларов когда вы заработаете 1000 долларов на Payoneer ну не заработаете а выведете суммарно 1000 долларов на Payoneer что необходимо для регистрации на Payoneer отправить туда фотографию своего паспорта где ваши данные естественно указаны на английском языке и теперь при регистрации нужно указать свою валютную пластиковую карточку то есть я в Беларуси пошел в банк завел себе долларовую визу и при регистрации указал ее и она же у меня является моим банковским счетом есть две опции вывода денег вы можете накопить минимум 300 долларов на Payoneer и вывести их на вашу банковскую карту долларовую которую вы указали при регистрации минимальная сумма к выводу 300 долларов комиссия по-моему 30 долларов поэтому естественно выгоднее выводить большую сумму то есть вы выводите 1000 комиссия все равно 30 долларов либо опция номер 2 вы у Payoneer заказываете их пластиковую карту и получаете в почтовом конверте обычной почтой вам придет MasterCard за обслуживание этой карты Payoneer взимает по-моему 25 или 35 долларов в год и соответственно любая сумма которая у вас пришла со стоков на Payoneer она автоматом у вас уже есть на вашей карточке вы можете этой карточке рассчитываться в ваших магазинах снимать в банкоматах о процентах и комиссиях со съема с MasterCard от Payoneer тоже можете почитать на их сайте и заодно посмотреть в вашей стране в вашем городе какие банки предлагают минимальную комиссию за съем денег в за съем денег с иностранных пластиковых карт посему вы можете выводить деньги на Payoneer вы можете выводить деньги на Paypal если он у вас есть и он в вашей стране работает на прием денег в Беларуси например я с Paypal могу платить но получать на него деньги я не могу и есть еще опция тоже платежная система Skrill британская система я от нее отказался потому что слишком большие проценты дикие комиссии плюс они там постоянно какие-то новшества нововведения вводят единственный сток на который я гружу Alami не работает с Payoneer мне приходится вот для этого стока поддерживать аккаунт на Skrill и деньги приходят туда ну с этим уже ничего не поделаешь если вы хотите зарегистрироваться на стоках то я в описании к этому видео приложу вот эти вот ссылочки это мои реферальные ссылки на стоки где я зарегистрирован если вам не жалко можете по ним перейти и зарегистрироваться таким образом мне будет абсолютно не в ущерб вашим доходам капать 2 цента там где-то 4 4 цента на каком-то стоке с каждой проданной вашей фотографии либо видео вот способ собственно говоря монетизации данного видео вот стоки куда я еще гружу ссылки тоже будут в описании под этим видео и собственно говоря пока все теперь перейдем к фотографиям повторюсь снимать можно все что угодно вот это вот первая страница моего портфолио most relevant это то что просматривалось вот в последнее время чаще всего то есть что что интересного что людям интересно вот кусочек скомканной бумаги на белом фоне вот людям интересен такие изображения ищут для того чтобы загрузить фотографию на сток вы должны дать ей описание ну допустим вот это у нас описание а вот это вот у нас ключевые слова я рекомендую пользоваться программами облегчающими и ускоряющими процесс присвоения ключевых слов для фото это очень круто потому что один раз вы прописываете ключевые слова они сохраняются в сам джпек и всеми стоками автоматически подтягиваются то есть вы загрузили ваши фотографии на стоки потом только зашли прикрепили расписку модели если необходимо ключевые слова и title и description уже автоматом подтянулись я пользуюсь программой stock helper вот у нее вконтакте группа здесь все расписано здесь есть обучалки как это работает как этим пользоваться когда программа поломалась и разработчики работают над решением проблемы есть вторая программа которой я пользуюсь когда stock helper ломается это xpix у него тоже есть страница вконтакте как это работает вот берем фотографию и пишем допустим крупный портрет женщины с веснушками без макияжа скопировали title вставили его в description автор я жмем кейвординг почему я чаще пользуюсь stock helper потому что он позволяет изменять запрос для поиска ключевых слов xpix это тоже может но чуть-чуть по другому итак вот наш title и вот мы жмем на поиск нам подсовываются фотографии по мере популярности их на стоке и мы отмечаем галочками то что ну скажем так максимально похоже на наше фото отмечаем 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 можно выбрать фотографию скажем вот студийную даже так ну просто ради добавления ключевых слов допустим так допустим так теперь давайте уберем слово крупный портрет то есть близко расположен и уберем без макияжа то есть портрет женщины с веснушками смотрим что он нам подкинет вот он подкинул фотографию вот 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 фотографии кстати пользоваться программами облегчающими ключевание очень удобно еще в том плане что вы видите какие фотографии популярны в какой стилистике лучше снимать окей выбрали да можно дописывать там с длинными темными волосами в городе и так далее и тому подобное все это вам выдаст набор ключевых слов итак вы галочками поотмечали фотографии которые на ваш взгляд подходят по стилистике по тематике к вашей фотографии жмете accept selection ждете 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 и вот вам выдали 50 ключевых слов которые вы можете использовать в вашей фотографии здесь они перечислены все с переводом вы в этой программе можете передвигать слова ключевые слова скажу так что первые пять ключевых слов существенно влияют на то как ваше фото будет выскакивать при поисковых запросах это у меня точно не бьюти фотография не классический бьюти его можно убрать вот мы берем лицо женщина морщинки и где у меня там ну поставим допустим здесь close up портрет окей где у меня no make up вот добавим слово no только я его добавлю где-нибудь вот здесь вот итак раз два три четыре пять то есть лицо женщина веснушки мейкап крупный портрет все дальше пробегаемся по словам то есть смотрим что подходит что лишнее потому что что там может и не подходить слово коккезиан это описывает расу человека это тоже стоит использовать потому что если вы снимаете темнокожего человека то лучше писать темнокожие азиаты азиаты и так далее так так background мне здесь никакого смысла не не имеет удаляем person hair волосы поставим повыше fashion ничего это не fashion healthy здоровая кожа так так слово skin у нас есть кожа да есть значит мы поставим healthy skin вот так передвинем то есть как словосочетание это тоже поможет в поиске то есть здоровая кожа помпара рам помпара рам natural make up тоже можно где-нибудь тут поставить person happy red hat ну не совсем она рыжеволосая поэтому берем smile one studio нет не студия health skin care тоже я бы не сказал что эта фотография относится к категории заботы ухода кожи так брюнетка ginger имбирь либо рыжеволосые тоже убираем ничего это не teenager daydream ну и вот у нас 43 слова мы выбрали дальше мы крутим список и смотрим look взгляд либо общий там внешний вид но здесь в данном случае она смотрит в камеру значит напишем look смотрит прямо вперед вот look straight young молодая не молодая fresh fresh подойдет потому что свежая кожа там допустим long long hair может тоже быть пусть будет и смотрите здесь выбираете слова да кстати если вы пишете грузите эдиториалы то вам надо обязательно в ключевые слова добавить два слова два слова illustrative и эдиториал без этих двух слов в ключевых словах инспектор ваше фото либо видео не примет в раздел эдиториал окей подобрали не обязательно запал все 50 слов принимать прописывать можно меньше но не больше пятидесяти после чего мы жмем go to manager вот поставив галочку так мы можем скопировать и применить эти ключевые слова к этой же фотографии из этой серии только из другого другим выражениям лица но не суть важно жмем сейф все красный квадратик изменился на зеленый это фото у нас имеет ключевые слова то же самое здесь в xpix мы прописываем здесь description title жмем предложить ключевые слова пишем здесь description и xpix дает нам чуть больше опций откуда брать ключевые слова с шаттер стока или с адопт стока ну давайте возьмем тот же самый шаттер сток жмякаем search и ничего не находим потому что у нас слишком длинное описание ну-ка на адопт стоке поищем тоже ничего поэтому приходится упрощать поисковый запрос ну допустим женщина с веснушками поиск так что сегодня xpix поломался нет не поломался вот на шаттере он нам нашел и так вот мы берем добавляем плюсиками те фотографии которые мы считаем что они подходят под наше описание женщина с веснушками вот здесь он нам подставляет слова которые встречаются в этих фотографиях а здесь он нам предлагает добавить слова то есть вот смотрим женщина красивая там attractive female look face pretty вот косметология не подходит жмякаем крестик удаляем а допустим здесь мы видим что мы это дело снимали при солнечном свете там солнце допустим присутствует в кадре жмякаем плюсик вот перетягивать здесь ничего не получится допустим вы подобрали ключевые слова нажимаете добавить предложенные и закрыть вот они прописались здесь потом вы два раза щелкаете по фото и вот теперь вы уже можете перетягивать ваши ключевые слова и расставлять их в нужном порядке после того после того когда вы прописали и расставили а ну конечно у меня же ошибка поэтому она и не подбирала ключевые слова после того когда вы прописали ваши ключевые слова вы жмете сохранить и ключевые слова вот так же сохраняются фотографии я здесь сейчас перезаписал их поэтому я вот эти более полный набор сохраню сток хелпер только помогает включивать слова xpix помогает их загружать после того когда вы прописали ключевые слова вы можете начать загрузку грузится на стоки по ftp старт upload и фотографии пошли грузиться вам только нужно будет зайти на сток прикрепить релиз ну и выбрать категорию если это необходимо значит повторюсь ссылки на эти две программы вот на странице вконтакте я оставлю в описании к этому видео что касается видео это вот ролики загруженные мной в последнее время значит значит на стоках никому не нужны полноценные рекламные клипы ну и во первых если вы напряглись и сняли там полноценный какой-то ролик о том как ну вот допустим в моем случае там девушка готовит салат из фруктов то есть о здоровой пище о здоровом питании то есть с разных ракурсов с разными эффектами с наездами то обидно будет продать такой ролик за 13 долларов а то что у вас его купят целиком ну не факт потому что производителю возможно вот все хорошо но только вот эта кухня там на заднем плане его не устраивает поэтому я например снимаю общий план и снимаю крупный план вот девочка берет киви начинает его там очищать нарезать и вот у меня крупный план как она нарезает это киви все ролики видеоролики от 5 до 60 секунд дольше если он у вас 61 секунду уже не примут вот я вам покажу чуть более крупно девушка сидит на кроватке что-то там печатает в интернете тут ей позвонили по телефону подружка или клиенты вот она берет телефон вот она отвечает то есть у нас два действия девушка печатает девушка отвечает на звонок по телефону все не надо что она тут встает начинает там одеваться бежать в ванную чистить зубы в это время у нее в кофеварке капает кофе не надо таких длинных многоходовочек заказчикам это не надо можно вот этот ролик вообще разделить на два девушка печатает там или скроллить что-то на компьютере девушка говорит по телефону и еще обратите внимание если на фотографии логотип заретушировать легко и просто или вот корешок книги заретушировать легко и просто то в видео это не не так легко и просто поэтому чаще всего накладывают либо маску на постпродакшене либо как это сделал я просто кусок серого картона двухсторонним скотчем прилепил к макбуку ну а корешок книжки здесь кроме того что он потерт он еще слабо читается на фото я корешки заретушировал на видео оставил у меня этот ролик приняли приняли кстати тоже вот забавное сейчас найдем вот ролик ну откройся да здесь на кухне стояли в рамочках картинки листов то есть просто вот листочек и адопт сток у меня принял этот ролик понт 5 тоже принял ролик потому что ну там как будто от руки нарисованы листочки шаттер сток сказал дай-ка property лист на артворк то есть на вот картины которые были здесь благо этот ролик мне позволил наложить масочку final cut и замазать здесь эти картины поэтому когда вы снимаете видео особое внимание уделяете предметам попадающим в кадр если у вас там на бутылке молока есть этикетка отверните ее от объектива если у вас тут будет стоять какие-нибудь ну там неважно не на этом ролике там вы снимаете фотографию в гостиной или в кровати и там будет плюшевый мишка то вот эти вот teddy bear некоторые есть запатентованные и их нельзя использовать в фотографиях и в видео для коммерческих целей то есть вам придется ставить пометку editorial поэтому по видео все намного серьезнее опять же таки если вот в крупном плане где девушка нарезает фрукты там или колбасу с этой стороны со стороны ножа на объектив смотрит логотип ножа производителя ножа ребята этот ножик не прокатит либо меняйте ракурс либо меняйте ножик если на там вот здесь у меня девушка кружится на мосту если бы у нее на платье было там написано не знаю что там название бренда или там have a nice day просто какой-то принт это фото либо видео было бы не принято потому что одежда с принтами либо с явными брендами не принимается только как editorial кстати имейте в виду слышали же наверняка про такую фирму Labouten и у Labouten фишка в том что подошва туфлей красная так вот если у вашей модели красная подошва но это туфли не Labouten а это там туфли с какого-нибудь типа а-ля черкизовского рынка Shutterstock там Adobe Stock у вас эти фотографии не примет вам придется на постпродакшене этот красный обесцветить очень тоже забавная ситуация вот здесь у меня девушка в слоумоушене идет вдоль фонтана и этот ролик приняли но ролик с другой девушкой которая снимал в другой день возле этого же фонтана не приняли меня затребовали property lease на фонтан вот такое вот кино собственно говоря на этом наверное мы и закончим да вот приложение easy pro это в плей маркете оно же есть и в апсторе 9,99 я думаю что для того чтобы не возиться с бумажками а всегда у нас с собой телефон использовать это приложение ну 10 долларов не жалко если у вас есть вопросы оставляйте в комментариях как обычно а повторюсь все списки все ссылки я укажу в приложении к этому видео ставьте лайки дизлайки ну и регистрируйтесь на стоках не бойтесь выкладывать свои работы главное очень скажем так настойчиво упорно трудиться снимать грузить качественный контент всем удачи всем пока пока удачи